Всем привет! Влог декабрь, влоги каждый день. Сегодня буду менять столешницу. Вам хочу сказать спасибо, что активничаете, ставите оценки и комментируете. Спасибо вам большое! Новый год уже скоро, а мы все продолжаем пилить влоги. Сегодня буду покупать новую полку, новую столешницу и уже доделывать как раз вот этот задний фон, убирать все черное. Посмотрим, что из этого получится. Вот старая столешница. Здесь хорошая такая. На пол ее положим. Ну что, досмотрите до конца. Прокомментируйте что-нибудь, как вам. Опять напишите мне, что Илья, ты уже задолбал каждый раз менять свое рабочее место, задолбал что-то там доделывать, ты задолбал своей подсветкой. Ну и что? Я делаю то, что хочу. Ладно, все, поехали. Уинь! На завтрак творожок. У меня, кстати, сейчас творог и пуэрчик. О, какой у меня джемчик. Уэлл джемчик. Это творожок, я же прямо тут? Прямо с пакетом? Нет, нет, Дем. Я поняла. Приходится иногда сверяться. 26 декабря. Да чего уж это парится. Давай, короче, давай парем. Традиционно? Давай. А я здесь при чем? Ну, традиция у нас такая теперь, Стемка, чего пошла. А потом... Первый раз за декабрь, мне кажется, творожок на завтрак. Доброе утро. Сейчас едем за замазкой. Это очень крутая тема, потому что мне нужно доделать мой стол. И нужно купить замазку, чтобы белым закрасить все. Ты приближен. А, ладно. О, какой эффект. О, берем хлебушек и берем, берем, берем. Это мне не нужно. И корочку. У нас сегодня, значит, что? Плюс один. Самое интересное, вот 31 декабря обещают, точнее 30. Вот здесь вот, видите, снег. И мы на это очень надеемся. Вот на эту картиночку. Хотя бы 30 декабря чуть-чуть, снежка бы нам. Потому что весь декабрь привезти без снега. Я что-то вообще такого не помню. Хотя бы 30 бы. Давайте, пожалуйста, небесные на канцелярии, привезите нам снега. Метод все в этих МДФ панелях. Понемножку выкидываю. Ну, их очень хорошо так можно... Разрезать на маленькие части, выкинуть. Пап, ты должен быть это пиклей. Ну да, базлайтером потом починем. Там надо это, термопистолет. Повисел, а теперь... На, бау, мой губ. Едем сейчас в глобус. Опять серость максимальная. Хоть солнышко было бы. Максимальный режим работы я сразу, только вышел, начал. Короче, про этот А-51 снимать. Фотик с собой. Сейчас еще и на парковке поснимаю. Там, примеры, фото, видео. Все вот так вот прям. По факту идет. Сыроп-арейф добавить? Нет, не надо. Дружок, я буду читать, попробуйте. Нет, не нужно. Дом попить кофе-ка не получилось. Макдональдс выручать. Молодец, Стенка. Блин, 10 рублей упали. Где? Так. Семья, кофе и глобус. Погнали закупаться к Новому году. Дай бог здоровья, кто придумал такие тачки. Зато ребенок может ездить. Так, ну погнали покупать все. Че-нибудь к Новому году. Из вкусняшек. У нас Стенка теперь отходит в магазин и сканирует сразу все на месте. Это очень выгодно. Это его занимает прям. Вот это прикольно, тема придумали, что ты потом приходишь не на кассу, вываливаешься и все пробивает. А ты сам ходишь по залу, сразу пробиваешь, приходишь на кассу, сразу оплачиваешь и все. Очень удобная тема. Вот, у нас две терешки. Давай, клади. И кофеек у меня тут еще. Зарезай. В Артемире еще как всегда, одел и грушу. Ну все, давай, пришли. Все. Сейчас мы тут еще минут на 10 зависнем все смотреть. Немножко выкупил фейерверков. Ну, совсем чуть-чуть. И бенгальских огней. Сразу на все праздники я просто машине не стал оставлять. Поэтому я сюда на дачу возьмем. 6 патронтажей Кока-Колы. Кстати, очень выгодно сейчас, она в области. По 89 рублей стоит. Все, короче, после Нового года я эту фигню не пью. Вообще, все. В 2020 году только все. Правильное питание в течение всего года. Так, давай сейчас все, конечно, разбирайся. Я себе купил. Ты мне сразу весь хомус решил дать. Кирки захотелось. Да, я тебе весь хомус достал. Значит, это мясо на шашлык на Новый год. Я его сейчас заморожу, потому что оно 6 дней так не прилежит. Или 5. Еще на стол купил с салями. Ням-ням. Но замораживать не буду. Чуть в последнее время мы подсели прям на эти, на фетучине. Ммм, барилла. Кстати, в Италии когда были, ничего кроме барилла вообще не продают. Там заходишь в такой супермаркет, макарон надел все, барилла. Вот, кстати, замазочку купил. Буду эти окрашивать винты на своем рабочем столе. Так, сосеки варятся. И единственное, что хотел показать. Конечно, Тёме заказали на H&M детский набор посуды. Конечно, в кружке внутри 3 наклейки, которые не отдираются. Внутри 3 наклейки. И смотрите, тарелка. Я такого никогда не видел. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько здесь? 6 наклеек. И ни одна из них, вы знаете, когда она отдирается и всё остаётся на тарелке. И когда ты, как бы ты ни тёр, это всё не оттирается. Вот. 6 наклеек. 6. Которые не оттираются. Что? Если это делают в Бангладеше, наклейки, интересно, тоже в Бангладеше наклеивают? Что вы там творите? Эх, райное питание. Ладно, сосиски, американская горчица, томатный кетчуп, динозавр и киречка. Красота. Вот прям только-только заснял про этот Galaxy 51 видео. Сейчас, наверное, сразу будет смонтировать. Сейчас отовсюду вынимаю эти флешки. У меня вот эта флешка на 256 гигабайт. Так что разлетелась на части, еле склеил её. Ну, такие вещи долго не живут. Всё потому, что часто ими пользуюсь. Это не то, что ты там, знаешь, раз вставил в неделю. То есть ты в день. Не знаю, сколько раз эту флешку вынимаешь. Особенно я вообще не поставлю. Так у меня вот этот фотоаппарат жив. Потому что он каждый день куда-то перевозится. Я его в карман там, в рюкзак что-то ещё кидаю. Идеально. То есть и карт память на нём отрабатывает. И аккумулятор, а вот прям рабочая машина. G7X. Красота. Именно первый, первый, да. Вот он здесь этот. Я его больше старичком называю. Это G7X2. Он почему-то больше убился. Он полностью рабочий, но я не пользуюсь. У меня, кстати, тут ещё винтиков где-то не хватает. Сверху. Что-то где-то здесь, конечно, винтов не хватает. Они прям сами вылетают. Тоже здесь вот эта вот система. То, что они сделали, можно типа его вот так вот вниз делать. Она его и погубила. Либо у меня просто первая партия была такая хреновенькая. Как вы думаете, куда я поехал? Да-да-да. Конечно, я решил сразу всё, конечно, доделать. То, что загорелся эта идея. Сейчас еду за полочкой своей белой, новой. Надеюсь, что она там будет. Хотя, блин, по наличию не смотрел. Вот, но меня больше интересует столешница. И столешницу, честно, жаба душа тут давать 9 тысяч рублей за вот эту вот... Как-то она так называется. То есть, деревянная икеевская. Она выглядит безумно прикольно. Та, которая у меня на даче. Вот, хотя, которая у меня сейчас дома тоже здесь дома. Она стоит, стоила девятку или восьмерку. Но это было давно, конечно. Она довольно-таки темная. Чего-то как-то жаба душа-то давать 9 тысяч рублей. Поэтому я нашел за 3990 тоже икеевскую столешницу кухонную. Вот, размер-то такой же, но хочется на нее посмотреть. С нового альбома Coldplay. Вот эта песня уже заявил. Три дня слушаю, раз по 20, наверное. Прикольная. Все остальные песни как-то что-то пока так себе. Вот, когда убираешь себе рабочий стол в отделе для кухонь. Вот здесь вот. Тут такое ощущение, что вообще менять не стоит. Сейчас моя столешница десятка стоит. Вот это вот Carbo B. Вот эта вот темная. А новая, смотрите, вообще тренажку стоит. Не, ну это бред. Столешницу меня потом должны вынести. Блин. Че, полки закончили, что? А, нет. 2.13. Вот он, конечно, это. Полочка лак. Ни хрена, она большая. Мне казалось, у меня она меньше. Ну да. Так, белая полка есть. Надеюсь, у меня, кстати, это все в машину врезит. Только теперь весь вопрос. Влезет ли вот это? Фу, откровенный пипец. Потому что сижу я вот так вот. Сидушка у меня выше не поднимается. И как-то вот так вот разместился. Еще Там совсем чуть-чуть тренировка себе поцарапаю. Ну вот так вот. Зато Поместился. Метр девяносто. Влезло. Ни хрена неудобно. Самое идеальное, кстати, вообще с полка Икеи, потому что три винтика или два там открутил, туз тащил, крепежку вешать не надо, на старую крепежку новую повесил. Вообще идеально. А вот здесь вот у нас супер тупой светофор. Короче, так вот, смотри, подъезжаешь, тут половина людей еще тупит. Ну, кто реально ни разу не ездил. Вот этот сейчас загорится зеленым, а он тут загорится, он со мной, видите, прямо светит. Он загорится красным, то есть останется. И тут получается вообще нифига неудобно. И ты такой, когда стоишь в первых рядах, у тебя получается, смотрите, вот сейчас справа здесь, притом на камеру это видно, я глаза не вижу. Здесь зеленый, а там все равно еще вот прямо, типа, красный горит. Кто так сделал? Почему вот этот красным продолжает гореть? Чего? А, и тут постоянно так, те, кто подъезжает первый раз, ну, как раз загорается там на 10 секунд буквально зеленый, а там перед ними красный, и все сзади дудят, типа, давай, чувак, ты что, слепой, что ли, видишь? Все немножко в растерянности. Сейчас будем чинить базу лайтера. У нас сзади вот эта закрывашка, крыльев сломалась. Вот здесь которая, видите, темка, из-за того, что пару раз, даже не пару раз, много с ним купался, винты заржавели. Ну и ладно, мы их-то оставим. Такой замечательный базу лайтер. Буду на жидкие сопли клеить. Все как надо. Сейчас посмотрим, не знаю, насколько будет интереснее смотреться белая полка. Ну, вот пока все разобавлю, конечно, все внизу. Сейчас поменяем. Оля правильно сказала, что сейчас попробуем сначала поменять столешницу, а потом посмотрим. Я там работаю. Давай, и у тебя тоже там свой сетапчик? Да, вон. Тёмин сетапчик. Меняем столешницу, смоем, как она будет смотреться с этой полкой, а потом, если что, меняем ту и полку. Где же новая столешница? Та-да-да-дам. Вот она, столешница. Ну, вы не пугайтесь. Это нижняя сторона. Ту, которую не видно. Она какая-то, не знаю, кремовая или серая, что ли. Ту, тюш, тюш, тюш. Вот такой. У тюнки зашла. В общем, тема. Вот сейчас надо там это немножко подтереть. Надо комп в белый тоже покрасить. Снять вот эти пластмассы в белый. Покрасить вообще, мне кажется, будет нормально. Чтоб он здесь не выделялся. Чтоб был под этот цвет. Все, короче, у меня теперь везде белый будет. Так, и монитор надо рамки в белый покрасить. Хотя, наверное, уже будет... Хотя, не знаю, как это будет смотреться. Покрасить-то можно все. Окей. Что-то я на счет старейшин твой... Полки, конечно, не знаю. С одной стороны, сейчас это лаконично выглядит. То есть, такое вот дерево и дерево. Оно, конечно, оттенком разное, но они вроде как сочетаются. При этом, вот здесь тоже полка, она такая же деревянная, как вот здесь вот. А если я сейчас и киевскую белую открою, примерю, сдать ее обратно не смогу. Куда бы нам ее туда повесить? Тысяча четыреструбей дело стоит. Я сейчас, может, сюда просто положу. Хотя, мне кажется, вот так вообще отлично смотрится. С этой старейшинцей. Что думаете? Я ее просто из этого еще не снимал. Просто так положил. Все, пытаюсь представить, что из этого получится. Что из этого получится? Ну, вот с одной точки, когда я снимаю, кстати, видео на канал, у меня четко примерно ракурс... Ну, то есть у меня как раз полочка вот так вот заходит. Здесь она темная. А с другой стороны она будет белая. Ха-ха. Да ладно, наверное, открою, померю, потому что если что, на даче где-нибудь повесим. В любом случае. Вот у нас секретное оружие. Замазка за 25 рублей. Сейчас будем замазывать черные винты. Сейчас поставим. Что-то я... Тем, кто-то Believer все просит. У меня Клава перешла в режим Rainbow. Точнее, дождь. Вчерашний выпуск про переделку рабочего стола. Видно, что тоже очень хорошо смотрится. Выше планочки идет. Типа популярней. Снял верхнюю полочку. Основание выглядит у нее вот так вот. Сейчас просто новую также надену. Надену. Конечно, пока до конца непонятно, но... Ну, надо подсветку еще сделать. Вот, ну, мне, кстати, нравится, как с белым. Вживую. Потому что, может, на камеру лучше, конечно, с этой смотрел, потому что она со столом сочетается. Но белая. Сейчас мы тут колоночки поставим. Вроде нормально. Так. Я тут, кстати, понял, что на себе мне вот эту сюда класть. Она такая черная. Мне кажется, вообще тут не катит. Это сейчас, кстати, тем надо будет все убрать. Вот эта штука, по факту, это только, да, коврик. Здесь USB-шка дополнительная. Где-то вот здесь вот. Но это мне, в принципе, и не нужно. Вот. И беспроводная зарядка. Ну что, я без нее не обойдусь, что ли? Она у меня, в принципе, до этого-то здесь лежала. Я от нее провод прятал. Но вот у Corsair провод вот этот, на самом деле, вообще вот ужаснейший. Из-за того, что он такой, вон, толстый, неповоротливый. Он выходит где-то сбоку. У Турезера, который на даче, вообще классный. Сейчас, идем, Тём. Папа, пойдем. Тёмка уже есть хочет. Я подумал, что... Слушай, типа, тут вообще просто все надо убирать. Ну все как есть. Вот. Надо, короче... Не, клатура, мне кажется, черная сочетается с мониторами. Вот. А вот эту штуку, я, наверное, убираю. И мы пока имеем... Ну, клатура, я потом нормально подключу. И мыша. Минимализм. Во вся красе. Этот просто ужасный кракен. Ну, он, верно... Он вроде прикойный, а вроде и нифига не прикойный. Вот из-за этого коврик. Все, финалочка. Значит, вот так вот делаем. Вместе с этим белым фоном подсветка за мониторами она, на самом деле, яркая. Вот, реально яркая. Я что придумал? Здесь есть такая фишка. Я поставил в настройки. 5 процентов. Там можно 5, 10, по 15 процентов. Она, конечно, убавляет. То есть, так вот делаешь. Она, типа, димминг делает. Такой бац. Немножко потускнее. Потому что, когда стоял темный фон на максимум подсветки не хватало. То, что ты реально слишком в таком темном углу. Прям вообще жесть. А, я замазал все черные эти болтики. Все, там в углу тоже подмазал. Все выглядит офигенно. Вот такая вот красота сейчас получается. Я когда сажусь сюда, такая легкость наступает. Прям вот именно, знаешь, визуально офигенно. Потому что после темного у тебя угол просто беленький, офигенный. Смотрите. Значит, это димминг, притом не диммер. Димминг. Ну, короче же, диммер не на полную. Цвета можно ставить разные. Например, синий. Сейчас он получается на максимум. Но тоже выглядит очень круто. Потому что на белом фоне, когда ты знаешь, нету проводов, нет вообще ничего. Я там внизу тоже все закрыл. у меня осталось что бы здесь чуть-чуть подключить. Вот. Там моя стандартная тема, которая поролон. Там просто надо все сбоку красиво сделать. Это все можно убрать. Тут мне еще надо эти лометры подключить. Я что подумал. Реально. Я, короче, беру этот корпус, снимаю передок. Он очень легко снимается. Снимаю вверх. Снимаю вот это. Короче, крашу в белый цвет. Это, это, это. будет у меня белый комп. Внутри он и так уже практически белый. Снаружи делаю белым. И мне кажется, будет офигенно смотреться. Хотя, не знаю. Что-то мне, кажется, захотелось его в белый сделать. Вот. Чтобы девочек соблазнять. Смотрите, какой розовый. Какое романтическое настроение. Красный еще. Ну, короче, можно настраивать через эту, там, эти пресеты делать. Можно через телефон полностью. кастомизировать. То, что я убрал коврик от мышки, мне очень понравилось. Что, мышка такая стала маленькая. Что, села что ли? Нет, что-то у меня подсветка перестала работать. Ну, ладно. Прочу, что-то она без подсветки. Странная. Странная тема. Вот так вот все. Минимализм. Ну, что, как вам? На этой великолепной ноте я очень доволен. Прямо вообще безумно, что все это обратилось в белый цвет. Прямо вообще такая легкость. Мне кажется, на душе стало хорошо. И достал сейчас с балкона свой белый корсар. А я не помню, как он вводит, RGB или что-то такое. Мне кажется, они тоже классно теперь подходят под белую полку. Мне, кстати, с белой полку понравилось, потому что это здесь такой рояльный черный лак этих колонок Pioneer. Но ничего, выглядит зачетно. Во. Теперь главное еще все это дополняет как раз заставки на рабочем столе. Вот по-любому. Вот они прямо вообще дополняют разные. Цветастые, там можно сказать, что угодно. И классно, что подсветка. Я вот нашел, что она димминг делает. Это реально круто. Правда вот из-за частоты видите, начинают эти ребра появляться. Но это ладно. Я вот хочу очень этой гарнитуркой опять начать пользоваться, потому что она подходит. Хотя, мне кажется, надо забрать на дачу. Но на даче я в гарнитуре уже не сижу. У меня там колонки. Все, подъезжаю, можно работать. Кайф. Только здесь провода. Перед что-то я пока ничего не хочу. Их здесь и так не видно. А то опять будем свердить. Вот сейчас вот такая замечательная старейшница. 10 тысяч рублей стоит. Ребят, десятку. Поехали. Уау. Да. Ну, с белым кирпичом. Подсветочка за мониторами очень яркая. Класс. Я что-то сейчас вот эти черные плафоны, которые у меня наверху стояли, их тоже вешать не хочу. Потому что мне кажется, они сейчас это все дело убьют. Они как бы на черном кирпиче, на этом, на темном смотрели, что-то вроде нормально, а на белом ткани вообще будут выбиваться. Но меня больше всего радует, что я сам сделал парящие мониторы. Вообще круто. То есть, вообще, знаешь, прям, радуюсь, как ребенок, что я это сам сделал. ни одного провода вообще. Все там. Ну, как уже говорил, это за кулисами все очень грязно. Сейчас вам покажу. Да, за кулисами все грязно, но зато на сцене мы будем блистать. Вот. Это я как раз выложил. Ну, давай фоточку в инстаграм. То есть, как все выглядит, когда я все дело снять. Вот такой вот ужас. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели. Давайте. До завтра. С вами был Ря. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok